Рождение ребенка – долгожданное событие для каждой семьи. Сегодня Владимир Шаповалов забирает из Видновского перинатального центра супругу Анну, которая подарила ему сына. Малыш появился на свет 3700-м в этом году, с чем родители поздравили сотрудники Ленинского управления ЗАГС. Исключительное событие в жизни любого человека. Это неописуемое ощущение, это ощущение счастья, радости. Но рождение сына – это гордость для любого отца. Это все-таки продолжительные роды, фамилии. И если для семьи Шаповаловых все хлопоты, связанные с выпиской из роддома, позади, то для этих будущих мам все только впереди. Как будут проходить роды и как облегчить процесс регистрации ребенка? На эти и многие другие вопросы женщинам ответили представители ЗАГС и сотрудники перинатального центра, которые, кстати, поделились с мамочками некоторыми секретами. Я прошу, например, своих пациентов, чтобы две пеленочки приготовили дома, простые, обычные. Сами постирали, сами погладили, притащили из дома свою флору. И ребенок, когда рождается, с своей пеленкой. Не потому, что у нас нет пеленок. У нас есть пеленки, но они у нас больничные. А для того, чтобы свою флору, своей флорой заселить в стерильный отец ребенка. И тем самым обеспечить малышу здоровое детство. А чтобы после возвращения домой родителям не пришлось тратить время на бумажные дела, в 2014 году на территории перинатального центра Ленинским районным отделением ЗАГС было открыто удаленное рабочее место, где можно зарегистрировать новорожденного еще до выписки из родильного дома. Здесь производятся две процедуры. И регистрация рождения, и установление отцовства малыша. Находясь в роддоме, если вы уже придумали имя вашему малышу, можете подойти на первый этаж на удаленное рабочее место. Для этого необходимы паспорта обоих родителей и свидетельства о браке. А для одиноких мам без установления отцовства только документы женщины. С установлением же присутствия отца и его письменное согласие. Очень удобно, что не нужно никуда после родов ходить. То есть не нужно собирать всю семью, чтобы пойти зарегистрировать ребеночка. Родил, спустился вниз, зарегистрировал и прям отлично. Очень хорошо. С таким подходом к рождению детей и наличием высокопрофессионального персонала неудивительно, что Винновский перинатальный центр имеет репутацию одного из лучших учреждений родовспоможения в России. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.